Эй, плохо слышу, что ты говоришь? Сразу разборки. Ориентир, пожалуйста. Ой, у Ямахи так... Подожди, подожди, дорогая. Реально классненько так. Одесса, мама. Друзья, Одесса классный город, всем советую посетить этот город, особенно летом. Мне было очень интересно покататься и показать город вам и посмотреть самому. И будет еще приятней, если вы наконец-то подпишитесь на канал, кто меня смотрит без подписки. Так что подписывайтесь и ставьте этот гребаный колокольчик. Приятного просмотра. Это что, одностороннее у нас, типа, или что? Да нет, вроде. Где вы его подправите? Да вот здесь. Я сейчас наверх поднимусь, батарейки возьму и поеду. А вечером тогда договоримся, я его на ночь как-нибудь поставлю. Он же не мешает никому там. Хорошо, вот. Здравствуйте. Да, чтобы никому не мешал, мы вдвоем заедем, я батарейки заберу и все, я тут апартаменты снимаю просто. Это же как велосипед. Это? Да. Только очень громкий. С моторчиком. А? С моторчиком. Велосипед с моторчиком, да. Вот так будет тарабанить на дворе? Не, ну я же тихо, я же не буду газовать. Я же газовать тут не буду сильно, я сейчас закачусь и все. Наро. Я вообще не ожидал тебя здесь встретить. Привет. Ну вот инстаграм не смотришь, а там все. Я в ютубе только. А, в ютубе, да? Ну а сейчас припаркуем, хочешь, можешь с Сашкиным моторском сфоткаться, если хочешь. Да, сейчас там паркнем. Ну да, тут здесь вот тихонечко надо не шуметь. Я вообще считаю, что мне полагается, вместо парковки в этом доме, если я арендую тут квартиру, а тем более, что мотоцикл, вот как велосипед. Ну вечером, я думаю, привезти им сигарет там, еще что-нибудь, чтобы они были счастливые довольно. Такие вот шикарные апартаменты у меня. Ну зато модик остыл, сейчас заведется, наверное. А сейчас пол оборота. Красавчик. А, радует, что мотоцикл заводится. Я только сейчас заметил, что тут 40 тысяч километров пробега. Представьте, сколько Санек на нем наездил. Владивосток, по России, Турции. Обалдеть, сколько мотоцикл пережил. Посмотрим, скорую пропускает. Дядька едет, он вообще скорую не видит вот этот вот. Хотя там очевидно было. Справа скорая едет, слышно и видно все, е-мое. А машины такие, кстати, неплохие по Одессе ездят. Вэхи, Мерси. И велосипеды тоже неплохие. Только мне не нравится, что мы так медленно едем. Но зато безопасно. Что я знаю о Одессе? Я знаю, что в Одессе проживает около миллиона людей. А когда приезжают туристы, так их еще больше. Я знаю, что тут снимали сериал «Ликвидация», который я посмотрел, мне очень понравился. Я знаю, что есть старая Одесса. Знаю, что в свое время сюда переехало много евреев. Так, пропускаем пешехода, проходите, мадам. О, я знаю, что тут довольно длинный пешеходный переход. И люди ходят почему-то не по пешеходному переходу, как вы видели. О-о-о, ветерочек. Я знаю, что вот эта дорога сегодня самая лучшая, с самым лучшим покрытием улицы Преображенская. И я знаю, что тут есть новый привоз. Вот я хотел посмотреть, что это такое. Это как рынок, базар. Одесский привоз. Один из самых знаменитых и популярных привозов в мире. Ой, какой тут, ой, ой, что-то зарезы тут такие. Черное море отель. Ну что, кто готов к одесскому колориту привоза? Сосисочку кушать, мужичок. Тут просто пивное мясо, ничего необычного. Рыбой пахнет. Лосось. Местный лосось? Или норвежский? О, вот туда пошли, вот здесь много вкусняшек всяких. Ух ты, сколько сушености всяких. Вот такое первый раз вижу, это точно. Обалдеть. С пивком. С квасом. В Одессе любят сушеную рыбу с квасом. Привет. Как торговля? Хорошо. Что-то будем, да, слышу? Сегодня нет. Когда будем. Что? Э, плохо слышу, что ты говоришь? Когда будем. Когда будем? Да. Будем кушать, рыбу будем? А, в следующий раз, когда приеду. Кто знает, что за женщина, пишите в комментах. А, это у нас как барахолка такая. Барахолка? Все приходят и продают что-то. На ряды с овощами. А вот это снимаете? Снимают, а это прокрасит. Ой, малышка. Таких в Латвии нету. Это в 90-е я еще ходил там с мамой покупал. О, костюмы Adidas. Все, что надо. Шанель, Париж, Диор. Грушечки, мед. Вот, 20 гривен. Можно пробовать сюда, да? Я как раз кушать хочу. Можно пробовать. Все, пробуй. Приходи на рынок, покушай. Помидоры 50 центов в килограмм. А, обалдеть. У нас 4 евро стоит. Хорошо, что я покушаю. У нас вообще зелень, она почти что круглогодичная, да, продается? Вот, овощи, фрукты, да, там. Это очень круто. Вот вообще помидоры по 18 гривен. Я люблю такие вот места, понимаете, показывать. Базарчики. Что интересненькое. Что историческое. А вы со мной вот прогуливайтесь по рыночку тут. А, грузинское вино. Вот, грузинское вино я бы хотел попробовать, конечно. Но это надо в Грузию лететь. Ну, такого ничего особенного я не увидел. У нас на рынке побольше ассортимент. Ну, вот рыбка меня действительно удивила. Спасибо. Ничего пока не желаю. Вот этот парень знает толк в мясе. Точно. А тут как-то все разбросано. Рыба там, там, там. Мясо там, там, там. Нет такого, что определенно. Вот скумбрия 85 гривен. Думаю, местное. Тут ты такой выходишь. И сразу разборки. А нам туда, да? А что земля? Какие-то, какие-то немножко обдолбанные, что ли. Все, охрана сбежалась. Вот главный вход. Рынок привоз. Приезжайте. Заходите. Смотрите. Вообще 60 гривен. Да нет, спасибо. Нет. Поменяться хотел. Дайте, меняюсь, пацаны. Да нет, что-то какой-то неравноценный обмен. Ух. Надо еще заправить. Бензин, кстати, в Одессе недешевый. Около евро стоит. Я после Турции просто офигеваю. В Турции знаете, сколько бензин стоит? В Турции стоит бензин 70 центов. В Латвии стоит бензин евро 34. Давай, Денчик, посередине. Мы так в Риге тоже ездим. Вот это я понимаю. Это по-нашему. Траваи навстречу. Рельсы, шпалы. Не забывайте правильно шпалы пережать. Как быстро. Близко трава, точно кажется, да? Давай, ну там почти что зеленый был, Денчик. Ну вот, в принципе, хорошая дорога такая, чтобы навалить 300 тут, поверь. Вот, перепрыгиваем. В Киеве было пару таких мест тоже, вот с рельсами эти. Не скажу, что в Киеве супер дороги. Но получим в Одессе, это точно. Вот я тут даже не понял, около глава. Раз Денчике, это значит, мы едем. Вот обычно у нас так ездят по городу. Не знаю, здесь на меня не поездят так, днем особенно. Тем более, что я не знаю, куда ехать. И я еду за Денчиком. Вот это легендарное место. Номер 21. Ориентир, пожалуйста. Один из главных героев сериала «Ликвидация». О, точно, я помню. Вот этот дворик, второй этаж, помню там. Вот такие места я хотел зайти. Колорит. Ну что, узнаете? Кто не смотрел «Ликвидацию», обязательно посмотрите. Я сначала начал смотреть, думал, что за фигня, черно-белый сериал. А потом так понравилось. Ну это вот типичный одесский дворик, правильно? А здесь вот окошко, они сидели, курили еще, помню. А здесь не было ничего этого, это же потом-то построили. А вот там вот они жили, типа, в той двери, вот мы сделали там. Там и вот там жил Маковецкий, Маковецкий, это Басков. А здесь этот вот толстый, как его забыло, помилил. Толстый, прикольный. Толстый, прикольный, да. Вот он рыбу здесь и пианито таскали. Чемплемент шоу. Это тоже не помню, как он. Это «Ликвидация». Экскурсия. В каждой квартире про дымоход что-то рассказывает. Ха, фоточка. Как добрались. А, хорошо, спасибо. Не забывайте, если вы приезжаете в Украину на российских или европейских номерах, вам нужно купить разрешение. Это такая зеленая карта, как я понимаю. Страховка, чисто для Украины. Я вам еще советую покупать страховку для себя. Здоровье, жизнь и все остальное. Я, когда в какую-то страну прилетаю, всегда покупаю себе страховку. Как бы падать я не собираюсь, но вдруг что. Так, что мы тут налево, направо, куда нам надо. Денчик, давай, поехали. Ой. У «Ямахи» такая морда широкая. Спасибо, дядь. Вот это один из минусов «Ямахи» R1. Морда здоровенная. Что, сейчас полной бак завалим? 98-го. Есть 98-й? Ёпта. Нету 98-го. Ну тогда 92-й, 95-й. У нас, кстати, в Европе нет 92-го бензина. Тут можно заправиться, потом заплатить? Что? Заправляешь, а потом платишь, да? Ну да. А, нет. Сначала платишь, а потом... Сначала заплатить надо? Блин, а откуда я знаю, сколько мне надо бензина? Сейчас посмотрим. Я сюда ставлю шланг, везде, там, на 200-300 грн. Кидаю и... Я даже не знаю, сколько надо заправить. Сколько у нас тут бензина? Я думаю, что литров 10 надо сняло. Ну да. Спасибо. Кому 300 грамм дались? Да. Ну все. Кому-то повезло. 200 грамм сможет залить бензин. Вот я в Киеве когда был, ходил кушать пузатую хату. Тут магазин называется Обжора. Откуда вы такие названия придумываете? Обжора, пузата хата. Ну это манит, манит. Веселые такие названия. Мне всегда нравится. Повеселее, поярче, пободрее. Вот еще одно. Ракета. Прикольно. Ракета Обжора Пузата хата. Какие еще есть у вас такие интересные, веселые названия? Такая широкая улица. Это что за улица? О, объехали. О, объехали. Нормально. Гоу. Ой, бля, тынчик. Вот это было строгоно. Тынчик, наверное, в скорость не попал. Просто такие вот покатушки по каким-то знаменитым улицам. Правда, я не знаю, что тут. Но что-то есть вот здесь вот, наверное, интересное. Вот такой домик. Я это любитель архитектуры. Церковушка интересная, большая. Есть у меня любитель архитектуры. Вот кто-то со мной катается по Одессе и смотрит сейчас. Ну вот еще аптека-шар. Аптека-шар. Ну, прикольно, слушайте, запоминается. Аптека-шар. Тут недавно крыша обвалилась. В этом доме с 1909 года по 1924 жил русский советский писатель Лев Исавич Сарин. А это еще, наверное, старый-старый вот этот номер улицы. Это очень не местная. Можно, да? Привет. Вот здесь что-то такое интересненькое. Это, наверное, какой-то рынок цветочный. Но вообще похоже на станцию. А, нет, это новый базарь. Нифига новый базарь с 1850 года. Вау. Так, для тех, кто ожидал все это стрит-хилла по Одессе, ну, sorry, его не будет. Такие вот покатушечки спокойные. Хочу вам пожелать приятного аппетита. Я так хочу кушать. Я с утра съел один кексик, один бутербродик, попил воды, съел банан и шоколадочку. Все, больше я ничего не ел, потому что нет времени. Еще немножко вам архитектуры. Аптека Диевского. На первом этаже тут везде были аптеки раньше. Ну, а сейчас такое вот красивое здание. Это, наверное, одно из самых красивых зданий, которые я вот сегодня увидел в Одессе. Так, оккультуриваемся дальше. Пассаж. В свое время самая крутая гостиница. Такое только в Париже, да? Красотища какая. Вот это впечатляет. Ну, это действительно красиво. Да. Круто. Могли бы, конечно, все это так реставрировать, чтобы красивее было. Ну, и так красиво. Антуражненько. Ну, что, кому нравится? Культурная поездка по Одессе. Тут бы крышу помыть, реставрировать, вообще было бы огонь, да? У нас в городе самые приятные девушки. Под светочку сделать. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо, хорошего дня. А что ты им сказал? Не важно. А что ты им сказал? Самые красивые девушки. А, в Одессе? Да, и все об этом знают. В Одессе самые красивые девушки. Так что, пацаны, приезжайте в Одессе, самые красивые девушки. А их много тут красивых девушек? Каждая, вторая девушка. Да, тут, конечно, не понаваливаешь. У нас даже по городу можно так поактивнее поездить. Да, такие узенькие улицы, короткие отрезки вот эти. Я сейчас в слепой зоне встаю. У нас сегодня реально просто, значит, такая культурная программа. Вот два мужика, которые держат карниз. Красивое здание. Ну, Рига, она очень красивая. Я вам советую реально посетить Старую Ригу. По-старому городу, и не только по-старому. У нас все-таки как-то все поухоженнее, что ли. Ничего личного, Одесситы. Просто делюсь впечатлениями. А еще я очень кушать хочу. А когда человек кушать хочет, он злой. Вот прикольная кафешечка. Вот еще два мужика. Держит уже побольше карниз. Крутой домик. Я бы сейчас, вау, увольнул бы. Уголок Старой Одессы. Такая вот площадочка смотровая. Молодежь, тушуешься. Любимый, любимый зять построил, любимый тещий мост. Вот так легенда глазит. Сюда молодожен приезжает и заключается в своей союзе. Правда, почему я тут мост построил он здесь, непонятно. Никогда не говорите Одесса. Одесса, правильно, нужно говорить. Кто тут придумал такие высокие бордюры поставить? Я нифига не вижу, я с 187 ростом. Как мне тут насладиться этим пейзажем? О, подожди, подожди, дорогая. Ты что делаешь? Он руль держит ей. Хорошо, что на педали не перепутала. Ну, что меня порадовало? Не было таких, каких опасных ситуаций. Конечно, мы и медленно ездили сегодня. Вроде все норм. Но вот здесь дорога не очень. Это, наверное, самое быстрое, что я сегодня раскрутил соточкой. Ох! Люки. Вообще я понял, вот здесь ночью можно навалить немножко. Ну, чисто немножко. Ё-моё, какие там развалины слева. Офигеть. Просто. Вы видели это? Перемотайте назад и поставьте на паузу. Там как будто гетто какое-то. Я, знаете, что в Риге нравится? Я вот посмотрел, у вас там аэрография, инсталляция, как ее еще назвать. В Риге очень много таких вот мест интересных, где ребята делают красивые инсталляции. Рисунки на стиле, грубо говоря. Лонжеронь. Интересно, как это понять. Лонжеронь. Как у машины лонжерон. Так, осторожно, сдает задом. Тут поворот. Подожди, дружище, мы едем, спасибо тебе. Так, ты остановился. Что еще я понял от одесситов, что у них везде платные въезды. И осталось настолько мало вот этих бесплатных мест, куда можно подъехать, позагорать или вообще на машине подъехать. А летом тут вообще жаришка. Давай, Данчик, куда мы едем? Что за торможение? Что такое, я не понимаю. Серпантина. Закладываем. Ёпта, это что было? Такой дядя серьезный с пивком. Вот это я понимаю. Вот это красотища тут. У нас обычно к самому морю подкатываются тоже так красиво. Ладно, заглушим. Так, потихонечку, помаленечку. Не, ну тут реально классненько так красиво. И вкусно пахнет шашлыком. Ой. Обалденно. Вот это одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить. Вот это. Ёпта, что это такое? Бутылка. Приходите сюда такие. Нет, тут нормально. Приходите сюда такие и тулите тут. Точнее не тулите, наоборот. Берете вкусняшек и отдыхаете. Вчинобережная реки Мандасьон. Приходите сюда. Жаль, что закаты не видно. Но зато видно рассвет, наверное, где-то там, да? Что-то пальмы какие-то уставшие, наверное, недавно, да, посадили? Да, но их же убирают. А, убирают? Ммм. Ну фонтаны нормально. Это дельфинары. Тоже обязательно посетить. Это в следующий раз, когда Денчик прилетит сюда. С семьей отдыхать. Это маленькая собачка. Тихонечко. Спокойненько, тихонечко заложили. 17.44. Уже совсем-совсем скоро встреча с ребятами. Сначала думали тут поселиться, в этой гостишке. Но она обалдеть, насколько дорогая. Я даже не мог со всей скидкой позволить себе тут проживание. Лакшери. Нормально тут, ребят, так собралось. Прикольненько. Здорово, привет, привет. Одесса. Одесса, мама, да. Здорово, здорово. Я сейчас из Турции приехал. Был очень трудный путь с мотоцикла. Поэтому уважайте. Относитесь бережно к нему. Мы сами понимаем это, да? Да. Все, запоминайте. Все будете на ютубе. Все, давайте. Удачи вам. Вот тут. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Вот просто от души вам. Так приятно было, знаете, слеза немножко накатилась, когда подъехал, и сейчас еду. Эмоции переполняют. Уф! А вот тут, я так понимаю, ребята на мотоциклах встречаются вечером. Это Дерибасовская или что? А где лучше паркануться? В середине. Туда? Вовнутрь заезжать? Да, да, в середине. Отстрелялся. Отстрелялся, пельмени поел, сам как пельмень теперь еще стал. Нормально все. Но вот здесь, я понимаю, у вас смотровая такая? И вечером собираетесь тут и тусите, да? Перегнал Дюка сюда, и мы здесь собираемся. Потому что мы каждый вечер выводим колонны. Давно не виделись. Здесь уже серьезные мотоциклисты, да, собрались? Смотровая у ребят. На часах 20.02. Петров, вот это для тебя чисто... Петров, привет тебе из Одессы. Красавчик вообще. Это самые популярные штанги с Латвии, Петров, у нас. Спортсмен, спортсмен. Это популярная тема со стробами. Я в Киеве видел, что вообще у ребят красные, желтые, синие. Все, движуха пошла. Мощная покатушка. Стриткил в Одессе. У-ху! Да не, спокойная такая покатуха вызовет. О-у-у! Нифига себе. Красавчики. У-у-у! Денчик, Денчик, давай быстро. Поехали. Одесса, мама. Ну и вот, на Красного доехали светофоры и все. А не, направо можно повернуть. Ох ты, какая дорога тут! И красная опять. What the fuck? Вот это мне не везет. На Красная. А, всеместные довольны сейчас. Ладно, еще можно пошуметь. О-у! Нормальный старт. До следующего светофора. Тут уже зеленый. Это, наверное, самое быстрое, что мы сегодня ехали. Но, как я и говорил, тише будешь дальше в апрель. Когда едешь в такой колонии, важно понимать, чтобы каждый понимал, куда мы едем. И как это все будет происходить. У нас тут, видимо, стантер. По крайней мере, стантерский мотоцик. Знаете, когда так едешь, вот такой вот не толпой, а не бандой, а компанией, хочется хулиганить сразу. Но сейчас на часах 20.43, никто еще не спит. Поэтому Одесса чувствует себя довольно комфортно. Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня приехал, прокатился со мной. Ничего не слышу. Визор открыт, у меня темный визор. О, показываем препятствия, почти. А-а-а, я уже запутался, что надо говорить. Мы просто едем. Ну, нормальная брусчаточка. Ну, вот смотрите, как мы ездим. Снова светофор. Снова светофор на светофоре, получается. Но по таким широким улицам я сегодня еще не ездил. Вообще, немножко стрёмно поворачивать. Опа, тормозим. Потому что что-то, мне кажется, скользит как-то, что ли, здесь у них. Ну, резина такая холодная. Вообще не прогревается. Вроде как, ребята понимают, что делают. Такая, конечно, толпа у нас немножко неорганизованная. Точнее, точнее, она организованная у нас тут толпа. Но таких вот маневров каких-то слишком опасных я не вижу. Все четенько. Молодцы, ребята. Они показывают вот, например, препятствия, ямы, руками, ногами. Красавчики просто. Только у меня лицо немножко замерзло, потому что я еду с открытым визором постоянно. А вот так вообще классно. Все, ребята, поедут дальше понаваливать. Ну, а мы еще немножко прокатимся. И поедем собираться в Киев. Красавчики. Спасибо вам, спасибо. Давай, Денчик. В наглую прям, в наглую прям, Денчик. В наглую, смотри. Так, да. Поехали, Денчик, смотри. Все. Нормально едем. О, бляха, чуть не грохнулся. О, видел? Нормально, я так не видел вот этого лежащего полицейского. Чуть не грохнулся. Но скиллуха решает нормально все. Какой-то крутой район, где все тусуются, богачи, при деньгах. Дискотеки, барчики, дорогие мотоциклы, дорогие машины. И, наверное, пьяные люди, которые могут переходить ту дорогу. Это довольно опасно. Да, вот здесь самый-самый движ. Я пока не вижу, где Ламборгини. Где мотоциклы. Никого не вижу. Наверное, все сегодня работают. Так, я не увидел ни Ламборгини, ни Феррари. Наверное, все спят сегодня. Хочу еще раз поблагодарить вас. Мне очень приятно, кто пришел, встретил. Это было настолько душевно, атмосферно и трогательно. Все, до новых встреч, друзья. Пока. Ой, бляха, какая яба. Я аж ручку дернул. Вот. Пропускаем пешеходов. С детьми. Если досмотрел до конца видео, ты красавчик. Плюсик тебе в карму. Спасибо. Не забывайте о демо спито-чипсе из арабского хлеба. Не во фритюре. Особенно вот эти с гималайской солью. Новый вкус продается в магазинах Риме. И на заправках Кул. Спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok